МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мусорная реформа во всей красе. Буквально за несколько дней до Нового года Саров чуть было не утонул в отходах. Мусор вывезли буквально за несколько дней до праздника. Однако в 2023 году ситуация вновь повторяется. Вечером 11 января саровские группы в социальных сетях заполнили фотографии с мусорными контейнерами, которые не вывозили несколько дней. Утром 12 января ситуация практически не изменилась. Мусор вообще не вывозится. У нас в аэропорте вообще там страх. Скоро не только эти мыши и крысы все появятся. Очень плохо убирает мусор. Очень плохо. Очень-очень. Очень плохо. А где конкретно плохо? Ну, мы считаем, что везде плохо вообще. В дворах и возле многоэтажек. Вот в этом участке на аэродроме, то есть здесь, на всех мусорках, возле пожарной части. А это в какой-то промежуток времени стало происходить? Или вообще, в принципе, всегда? Ну, особенно праздничные дни, Новый год, а так вообще всегда. Приезжают, увозят на машине. Ну, вот эта вот ситуация, это нормально? Нет, это не нормально. И как давно это творится? Это очень редкое, кстати, явление. У нас обычно всегда мусор убирают вовремя, а сегодня вот как бы вышел и мусор лежит. А вообще молодцы, убирают нормально. А вообще давно вот это вот? Нет. Да я сегодня первый раз вообще такое вижу, чтобы у нас мусор лежал. И бочков не хватило. Ну, просто праздники, скорее всего, мусор копили-копили, сейчас начали резко выбросывать. Совсем не вывозят. А где? Вот Герцена 15, можете посмотреть. Шесть контейнеров, рядом стоит ящик, еще стоит мешок с мусором. Вот всю неделю не вывозят. Сегодня четверг. Это безобразие. На Курчатово, вот я прохожу мимо. Курчатово 32. То же самое. Еще, в общем, весь город завален мусором. Полномочия по вывозу мусора находятся в компетенции регионального оператора ООО «МСК-НТ». Проблему вызвала нехватка исправной техники у компании. После многократных писем со стороны администрации Сарова вопрос частично решили. В город поступили дополнительные мусоровозы. Со своей стороны МУП-центр ЖКХ документально фиксирует ненадлежащее исполнение контракта для последующих взысканий с регионального оператора. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. У саровчан появилась возможность получить налоговый вычет за занятия спортом. В специальный перечень, который утвердил Минспорт, попали две коммерческие организации спортивной школы Икара Саров и школа Олимпийского резерва Атом. Причем получить выплаты можно и за себя, и за ребенка. Спортивная школа Икар – это такие услуги, как посещение тренажерного зала, посещение бассейна, занятия по боксу, борьбе, плаванию, занятия в многоцелевом зале, групповые занятия под руководством тренера, индивидуальные занятия, пользование спортивными объектами, которые происходят на платной основе, услуги акваэробики, услуги «Сайкл-студия». Максимальная сумма трат, с которой можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,5 тысяч рублей. Сбор необходимых документов на получение вычета много времени не займет. Для того, чтобы получить, необходимо обратиться в отдел платных услуг спортивной школы Икар. Можно сначала по телефону 9-93-66, и специалисты подскажут, либо обратиться непосредственно с документами, то есть с предъявлением финансовых документов, то есть чек, либо абонемент. Мы предоставляем договор, на основании этого договора обратиться в налоговую инспекцию и получить за данные услуги налоговый вычет 13%. Получить вычет сможет любой гражданин Российской Федерации, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты не могут применять физлицы, у которых, в принципе, отсутствует облагаемый доход, например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В строгой форме представляют сторону обвинения. В суде стоят на своем до последнего, четко и аргументированно отстаивают свою позицию. Задают свидетелям острые, порой провокационные вопросы. Такими мы привыкли видеть прокуроров на экранах телевизора. Настоящая работа сотрудников прокуратуры далека от сериальной романтики. Немало своего рабочего времени они тратят на работу с горожанами. Приходят сюда саровчане с самыми разными проблемами. Задержали зарплату, не почистили дороги и тротуары, залили квартиру и многое другое. Это такое расплывчатое, так скажем, многогранное понятие, с какой жалобой. С любой, в принципе, жалобой может обратиться в прокуратуру города. Если даже это будет жалоба, не относящаяся ни к нашей компетенции, мы подскажем, куда обратиться в любом случае. Либо перенаправим ее в тот орган, который полномочен разрешать данное обращение. Работа сотрудника прокуратуры – тяжелый труд, высокие нагрузки и большая ответственность за принятие решений, постоянное взаимодействие с людьми. На работе приходится практически жить, а потому и справляются с ней немногие. Прокурор Сергей Шляпников приехал в наш город недавно, в мае прошлого года. Защищать права людей мечтал с детства, признается мужчина. В то время все дети, большинство мечтали стать милиционерами. Ну, я тоже, естественно, хотел стать милиционером. Но, по существу, когда поступил в университет, в принципе, университет, практика следственная. Тогда, на тот момент. Но она, в принципе, и решила мою... Больше склонила в сторону того, что я буду поступлен в службу в орган прокуратуры. Ну, далее армию, после армии поступал. За год в прокуратуру обратились больше тысячи саровчан. Около 800 обращений разрешили. Одна из самых частых претензий связана с уборкой дворовой территории. Надзор за исполнением законов – приоритетное направление работы прокуратуры. По линии общего надзора более 80 человек привлекли к административной ответственности. Получили предостережение о недопустимости нарушения закона около 40 лиц. В России 12 января отмечают День работника прокуратуры – праздник правоохранительного института, существующего еще со времен Петра I. Больше трех веков работники прокуратуры стоят на страже законности и порядка в нашем обществе, защищают свободы и права граждан. Канал 16 поздравляет всех с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здоровья, успехов, чтобы у вас всегда все получалось и всегда достигались те задачи, которые поставлены руководством. Они рассказывают новости, делают сюжеты в горячих точках, с экранов телевизоров учат нас готовить, берут интервью знаменитостей и ученых. 13 января – профессиональный праздник – отмечают сотрудники средств массовой информации, редакторы, журналисты, операторы, фотографы, монтажеры и все, кто связан с медиаиндустрией. Примерить на себя эти роли и попробовать свои силы в непростом, но интересном деле в Сарове могут все ребята от 10 лет. Для них на базе детской школы искусств номер 2 работает медиа-студия. Они у нас немножечко занимаются компьютерной графикой, создают инфографику, они делают сюжеты, видеоролики составляют, начинают с мультфильмов придумать идею, сценарий разработать и воплотить его в жизнь. Заняты ребята в различных проектах. В этом году «Красной нитью» через весь учебный год проходит культурный алфавит. В нем задействованы все дети медиа-студии. У каждого своя роль. Кто-то работает в качестве диктора в кадре, кто-то опрашивает людей, а у кого-то техническая задача – снять и смонтировать. Вот это мой боевой шлем, которым я активно пользуюсь на турнирах, маневрах. На нем есть зарубки от мечей. Помимо практической части, преподаватели медиа-студии уделяют большое внимание и теоретической составляющей. Ребятам рассказывают про историю искусств, возникновение кино и телевидения, учат актерскому мастерству и правильной дикции. Основы журналистики, адаптированные для детей, им преподает Анна Царева, выпускница кафедры музыкальной журналистики и редакторская деятельность в СМИ консерватории имени Глинки. За плечами девушки опыт работы в крупных региональных СМИ. Здесь такая огромная пропасть между тем, чем я занималась, собственно говоря, журналистикой. В каком-то смысле можно быть журналистом, имея просто ремесло. Ты умеешь писать тексты, ты снимаешь навыки, набил себе и все, работаешь. Ты приходишь в школу и видишь эти горящие глаза, которые вообще не понимают, зачем они пришли и чему их будут учить. И ты понимаешь, что с каждым ребенком нужно работать индивидуально. Среди выпускников медиастудии есть те, кто связал свою жизнь с этой сферой. Среди них и действующие журналисты. Одна из них, Мария Епифанова, работает в городской газете. И студенты. Сегодняшние ученики школы также задумываются о том, чтобы реализовать себя в этой профессии. Сами журналисты – это развитые люди, которые работают на свою аудиторию, многочисленные или нет, а то уже зависит от журналиста, сможет ли он зацепить своего зрителя. Он выставляет свои новости. То есть, чтобы стать журналистом, надо быть грамотным человеком и быть всесторонне развитым. Это ответственная работа, которая требует грамотности, распространенности, развитости человека. Потому что журналистика – это четвертая власть. Я бы хотела стать журналистом. Журналист – это профессия, в которой рассказывается о новых новостях и правдивой информации. Я бы хотела стать журналистом. Так ты знакомишься с разными людьми, учишься общаться, берешь интервью. Мы поздравляем всех наших коллег и действующих сотрудников СМИ, и тех, кто только учится этим профессиям с Днем Российской Печати. Желаем вам удачи и вдохновения и творческого процветания. Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в жизнь общество только позитивное настроение и помогает ему развиваться. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В загоне восемь молодых зубров. Из них всего два самца. Около забора стоят уже давнишние жители мордовских лесов. Так животные знакомятся, присматриваются и привыкают друг к другу. После того, как зубров привезли из центрального зубрового питомника Преокско-террасного заповедника, их поместили в загон на месячный карантин, чтобы животные могли адаптироваться к местным условиям и еде. В этот период за ними наблюдали ветеринары и сотрудники заповедника. Теперь зубров выпустили в естественную среду на территории Мордовского государственного природного заповедника. Сейчас, пока зимний период и новые животные прибыли, их подкармливают зерном, тыквой, морковкой. В общем, такой вкусной пищей, чтобы у животных не пропала память этого места, куда они были выпущены. Потому что будут всегда возвращаться наши задачи не только выпустить в природу, а сохранить их. После выпуска в общее стадо за молодыми зубрами наблюдают отдел охраны заповедника. Сейчас на этой территории 34 особи. Мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и программы по сохранению зубров в Мордовском заповеднике стартовали с ноября 2019 года. В декабре 2020 года сюда прибыли еще 4 зубрицы из Муромского заказника. За последние несколько месяцев это уже второй выпуск зубров. В природе они ходят небольшими стадами, по 10, по 15 голов, максимум 20. В главе стада самка взрослая. Самцы, обычно те, которые до 3 лет ходят со стадом, потом уже когда становятся более взрослыми, приходят в стадо только тогда, когда приходит, ну, наступает время, когда нужно размножаться. Мордовский заповедник ведет активную научную работу. Специалисты изучают редких животных, наблюдают за флорой и фауной охранной территории. За последний год выявили 11 новых видов растений, около сотни видов насекомых. Зарегистрирован и один новый вид птиц. Также Мордовский заповедник занимается экологическим просвещением. ФГБУ заповедника Мордови – это не только Мордовский заповедник, а национальный парк Смольный, который достаточно далеко от нас находится. Но мы все равно рассказываем про обе территории и что можно эти территории посещать, потому что у многих складывается впечатление, что особо охраняемые природные территории. Это какие-то территории закрытые, где вообще нигде не погулять, не посмотреть. На самом деле вся инфраструктура очень сильно развита. Есть экологические тропы, музеи. На территории Мордовского заповедника большое разнообразие разных видов рыб, птиц и млекопитающих. В охранных лесах можно встретить орла на белохвоста, удода, рысь, медведя, куницу, косулю, волка и енотовидную собаку. Всего специалисты насчитывают в Мордовском заповеднике 66 видов животных. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Рождество Христово – один из 12 великих праздников в Православной Церкви. До IV века христиане вспоминали день рождения Иисуса Христа в День Богоявления, в который отмечали сразу три события. Рождество Христа, принесение даров волхвами и крещение. В День Рождества в храмах Сарова прошли торжественные богослужения. Главному зимнему христианскому празднику по традиции в храмах и в домах ставят вертепы, нарядные елки, а также зажигают свечи, как символ Вифлеемской звезды, которая привела волхвов к родившемуся младенцу Христу. Почему и зачем Творец Вселенной снисходит на землю в образе младенца, рождаясь от Девы Марии в Вифлеемской пещере? Конечно, постичь эту тайну в полной мере мы не в силах. Но, внимая словам Евангелия и прислушиваясь к голосу Церкви, мы можем понять главное – по любви к человеку Господь пришел в этот мир. Он стал одним из нас, чтобы освободить от власти зла человеческий род. По уже сложившейся традиции, по большим церковным праздникам, в православной гимназии проводят настоящий бал – Сретенский, Пасхальный или Рождественский. Это особое событие для всех гимназистов. На мероприятии ребята седьмых-одиннадцатых классов танцуют, играют в подвижные игры и знакомятся между собой. На Рождественском балу ребята устроили танцы со сменой партнеров, а также полюбившийся гимназистам конкурс с воздушными шарами. В паре к ноге партнерши прикрепляется воздушный шарик, и происходит такое небольшое соревнование, где нужно лопнуть шарик у другой пары. В общем, много интересных игр, которые нравятся ребятам, нравятся учителям. И этот бал очень сближает ребят, дарит положительные эмоции и позволяет насладиться праздником по полу. К Рождественскому балу гимназисты готовились две недели, разучивали танцы, составляли сценарий праздника. А тем, кто не был на репетициях, ведущие объясняли и показывали движение. Поэтому танцевать мог любой желающий. Подготовка к балу проходит как самим ученикам, так и педагогам-организаторам. Я это все очень люблю, я активно помогала, мы и придумали украшения, и украшали сами. И также мы в нашей школе ансамбль, в котором мы тоже будем играть произведения. В этом году меня сделали ведущим, посмотрю, как это вести бал. А в прошлом году бал получился довольно интересным, ведущие очень активно всех обнимали, было весело. На балу, посвященном празднику Рождества Христова, ученики танцевали вальс, польку, рэктайм, шпилуаз. А школьный ансамбль подарил гостям вечера душевные зимние песни. Еще одна ежегодная традиция гимназического мероприятия – выбор короля и королевы бала. Я была на балу один раз, это было в прошлом году, и он для меня стал незабываемым, потому что меня выбрали королевой бала. И у меня появилась возможность поздравить всю нашу школу с Рождеством. И это был очень запоминающийся момент в моей жизни. И от этого бала я жду тоже очень праздничного настроения и какой-то красоты такой новогодней, рождественской. На бал в православную гимназию ежегодно приглашают выпускников прошлых лет. После нескольких танцев и веселых игр ребят угостили мороженым. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мама, мойка, маму, сердцу все плохое не дают. Встречаться в дни зимних каникул для учащихся детской школы искусств номер два стало доброй традицией. Проходят светочные посиделки здесь около 20 лет. Святки – это время от Рождества до Крещения. Для отца они ровно 12 дней по количеству месяцев в году. В святке принято коледовать, танцевать, петь, веселиться, ходить в гости друг к другу. В музыкальном фольклоре есть очень много мероприятий. Одно из самых любимейших мероприятий и праздников народного календаря – это святочные посиделки. Когда мы собираемся всей семьей единой, да, и горожане приходят, мы рассказываем о празднике, мы играем, мы гадаем. И на сцену выходят вместе с детьми и родители. Узнать, каким будет твой суженый, отгадать интересную загадку или спеть звучную колядку. Активное участие в посиделках принимали и родители, и педагоги. На сцену вышли также самые маленькие участники – вокальный ансамбль «Бусинки». К празднику присоединились и выпускники школы. Я очень люблю этот праздник за то, что мы окунаемся в традиции, сохраняем их, передаем из поколения в поколение. Я считаю, что это очень важно в наше время, чтобы люди помнили и ценили. Из года в год мы приносим этот праздник людям, собираем гостей на базе школы искусств и танцуем, пляшем, играем, поем. Хорошо, все замечательно. Ирина, как всегда, в ударе. Детки вообще прелесть. Все понравилось. Впечатление замечательное. Очень хорошо, что у нас есть возможность вот такие праздники устраивать для наших детей. Это прям счастье большое. Самое главное, что мне понравилось, это основная тема. Ведущий, вернее ведущая, говорил о том, что мы должны придерживаться и вспоминать свои традиции. Традиции не должны уходить никогда. Завершили праздник в мастерских Деда Мороза. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Деда Мороза. То есть там очень круто сгибать вот эти уголки, там обрезать, украшать. То есть я раньше умел такие делать, но забыла, сейчас вспомнил. Сначала нам объясняли, как делать орегами квадрат. Потом показывали, как правильно складывать так, чтобы можно было вырезать красивые части для снежинок, чтобы их склеить и получилась красивая снежинка. Мы старались сделать все красиво, чтобы она получилась красивая. И эту снежинку можно вешать на окна, просто украшать дом. Мне больше всего здесь понравилось полепить снежинки, потому что это так весело. Еще здесь помогают, здесь все быстро и легко можно сделать. Первый день каникул выдался насыщенным. Сразу после мастерской ребята отправились в кинозал смотреть мультфильм «Новогодний переполох». Он рассказал юным зрителям о том, что не только люди получают подарки в такой волшебный праздник, но и животные. «Каникулы» с Иравченом показали еще два фильма «Мия и я» и «Большое путешествие. Специальная доставка». А с 3 января стартовал новый мульткино для самых маленьких. Новые серии из любимых мультфильмов, которые приходят к нам и уже регулярно. Есть зрители, которые не пропускают ни один выпуск, смотрят. Это новые серии «Мимимишек». Новые серии «Катя и Эф». Всегда это приключения, связанные с какими-то или дальними странами, или какими-то особенностями, познаниями нашей планеты. Вот в этот раз серия посвящена растениям. Показывать сборник мультиков будут на протяжении января, без возрастных ограничений. Времени Владимира Маяковского сразу вспоминаются его чеканные, полные эпатажи, пафоса и смелости стихотворения. Поэт – один из самых ярких представителей авангардного искусства и ключевая фигура советской литературы. Помимо поэзии, Маяковский проявил себя как драматург, киносценарист, режиссер, актер, художник, редактор журналов. Все творчество Владимира Владимировича было устремлено в будущее, поэтому и сейчас его произведения понятны и актуальны. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения поэта. К этой знаменательной дате музей книги, библиотеки имени Маяковского подготовил книжно-иллюстративную выставку «Поэт и гражданин». На выставке представлены книги из различных отделов библиотеки, дореволюционные издания 20-30-х годов, книги периода Великой Отечественной войны, книги с автографами, современные издания, миниатюрные, малоформатные издания. Особенное место на выставке занимает полное собрание сочинений Владимира Маяковского, которое вышло в период с 1934 по 1938 годы под наблюдением и редакцией Лилии Брик, музыпоэта, которая была главной хранительницей архивов Маяковского, его рукописей и черновиков. Под ее редакцией выходил каждый том, и она выступила инициатором размещения на передней крышке каждого тома монограммы ВМ. Эту монограмму, этот графический символ она придумала еще в начале знакомства с Владимиром Маяковским и украсила этой монограммой обручальное кольцо, которое подарил Владимиру Маяковскому. Всего в полном собрании сочинений поэта 13 томов. Также на выставке библиотеки представлены книга сочинений в одном томе Владимира Маяковского 1941 года и необычное издание поэмы «Флейта позвоночник». В эту книгу впервые вошло в Аксимеле воспроизведение поэмы 1916 года издания, а также рукописный вариант, который создан совместно Владимиром Маяковским и Лилией Брик в 1919 году. Книжно-иллюстративную выставку «Поэт и гражданин» можно посетить в музее книги в течение года, в часы работы библиотеки Маяковского. Справки по телефону 9 94 25 для лиц старше 6 лет. Звуки гитары, как отражение души. Этот удивительный и немного капризный инструмент по-настоящему раскрывается в руках тех, кто любит музыку, считает Алина Рябушева, воспитанница музыкальной школы имени Балакирева. Свою первую мелодию, которую освоила в этих стенах, помнит и сейчас. Простые аккорды в осаду-левогороде неопытным пальцем давались с большим трудом. Педагогу Константину Махарту ее привела судьба, признается девушка. Сначала пришла, я хотела петь. Мне сказали, что не поют. Я не знаю, почему мне так сказали, но сказали, что не поют. Потом спросили, на какой инструмент. Я ничего не знала, кроме гитары, значит. А когда нас принимали, по-моему, там сидела жена Константина Александровича. Ну, в общем, мы пошли. Что-то посмотрели, какой-то у кого-то урок был. Ну и сразу, в общем, я маме сказала, что мы идем сюда. Больше нас никуда не ведем. Успех воспитанников Константина Махарта по достоинству оценили в области. В Нижнем Новгороде прошел областной конкурс педагогического мастерства «Моя профессия, мое призвание». Преподаватель высшей категории по классу гитары и балалайки представил на суд жюри видео выступления своих воспитанников в номинации «Концерт-смотр учеников класса». В записи концерта ученики играли русские народные и военные песни. Саровские музыканты взяли гран-при областного конкурса. В концерте у меня принимали участие солисты, балалайшники, ансамбль балалайшников, а также ансамбль гитаристов и ансамбль и оркестр гитаристов и трио с саксофоном. Мы со своим учеником, я на гитарах, и наша преподаватель Шеклова Дарья Александровна, а также шанай-концертмейстер у меня, у балалайшников, приняла участие в этом концерте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В стены музыкальной школы имени Балакирева Татьяна Иосилиевич пришла раньше, чем в обычную школу, в 6 лет. С выбором музыкального инструмента сложности не возникло. Мама Тани играет на фортепиано, и девочка всегда мечтала пойти по ее стопам. Сейчас за ее плечами 8 лет обучения, солидный багаж знаний и музыкальных композиций. Сейчас я играла этюд Барткевича, концертный этюд. Играю. Сейчас я фернселиста, утешение. Сложности, кстати, бывают разные. Бывают технические. Например, в этюде он очень быстрый, сложно все ноты как-то сыграть правильно. А в листе же, наоборот, в утешении сложно именно сделать красивый звук, чтобы звучало красиво. Своё мастерство Татьяна показала на конкурсе «Исламей». Также на конкурсе, посвященном выдающемуся русскому композитору, пианисту, дирижеру, музыкально-общественному деятелю Балакиреву, проявили себя еще двое воспитанников школы. Ученица 2-го класса Екатерина Копалкина и ученик 3-го класса Федор Жуковский. Первый мой конкурс в Нижнем. И самый последний, который был в Санкт-Петербург. А что там было интересного? В Нижнем он был очень волнительный, и мне очень понравилось. И мама для меня искала следующие конкурсы. Последний конкурс был очень хорошим. Я пришел заниматься в 6 лет. Самое сложное было, наверное, изучать новое что-то. А сейчас я уже научился, и сейчас играю 3 произведения. Мне нравится классическая музыка, потому что она меня успокаивает. Вот когда я играю, прям весь стресс просто уходит куда-то. И такое плавное состояние у меня. По итогам конкурса Татьяна и Екатерина стали лауреатами второй степени. Федору присудили третье место. Долгие новогодние праздники остались позади, и пришла пора возвращаться в привычные ритмы жизни. Однако в первые дни после каникул многим тяжело сразу начать продуктивную работу. Чаще трудности испытывают те, кто в праздничные дни много спал, ел, лежал на диване и практически никуда не выходил. Первые дни на работе для них большой стресс. Чтобы справиться с ним, психологи советуют ограничить нагрузку и чередовать активную деятельность с отдыхом. Больше говорить с коллегами, если это позволяет работа, конечно, о том, как вы проводили праздники, какие-то положительные моменты вспоминать. Не так, что сразу, раз и погрузились в работу. Если есть важные дела, конечно, и делаем. Но если есть возможность что-то отложить хотя бы на день, на два, то лучше это сделать и постепенно вливаться в работу. В качестве перекуса в первые рабочие дни специалисты советуют выбрать бананы, сыр или немного темного шоколада. Эти продукты помогают выработать серотонин и снизить уровень стресса. Также стоит задуматься о физической нагрузке, например, ходить на работу пешком и делать зарядку. В среднем возвращение к привычному ритму занимает от двух-трех дней до двух недель. Все зависит от того, насколько активно вы провели праздники. Если у вас, допустим, нет желания идти на работу, да, вот вы проснулись и не хочу, то вообще стоит задуматься, а нет ли у вас выгорания к вашей работе и стоит ли вообще заниматься этой деятельностью, а может быть задуматься о том, чтобы ее заменить в новом году, поучиться чему-то новому и так далее. Как рассказала Наталья, после новогодних праздников повышается спрос на психотерапию. В каникулы мы много времени проводим с семьей, из-за чего в замкнутом пространстве квартиры начинаются конфликты. Супруги устают друг от друга, родители и дети не могут найти общий язык. Чтобы избежать семейных ссоров до недолгих праздников, психолог советует в течение всего года больше времени проводить с родными. В выходные не бежать друг от друга, а в субботу, в воскресенье проводить вместе, находить общие занятия, когда вам интересно все вместе проводить время. Например, все вместе сходить в баню, сходить покататься на ватрушках. Ну, какие-то общие занятия, опять же, эти же лыжи, коньки, совместный просмотр семейного фильма. Даже можно ведь дома включить там домашний кинотеатр и посмотреть. Совет на будущее. Отдыхайте правильно. Чтобы уберечь организм, разбейте длинные каникулы на несколько этапов, постепенно приводя себя в норму. К концу праздников питайтесь умереннее, больше времени проводите на свежем воздухе и пораньше вставайте. Субтитры подогнал «Симон»